Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Я немножко волнуюсь, поэтому сразу прошу меня простить, если будут какие-то сбивки, может даже сбивки дыхания. Какое-то чувство, что он требезжал, который торопился. Хотел все, ребята, все было рядом. А сейчас, пока буду говорить, я успокоюсь, дыхание будет в норму. И мы с вами начнем нашу встречу. Роман сказал, что она носит название «Ты хотел поговорить». Но это, конечно, название условно. Оно происходит из названия книги, точнее, из стихотворения, которое приглашало эту книгу, моя первая книга, стихот про людей, за которой последовала такая форма общения со своими прихожанами, которые приходят на мои концерты-лекции. Вот они так автоматически становятся прихожанами. И ряд встреч у меня был именно под таким названием. А потом появилась еще одна книга, привезли новые стихи. И расширился круг интересов слушателей. Вторая программа моя стала называться «По-другому». «Земля живет по закону неба». Потом появилась еще одна книга, связанная с авторством. С одним поэтом из Москвы, Еленой Курелой. Мы с ними недавно выступали на нашей православной Нижегородской ярмарке. 7 марта она появлялась сюда второй раз уже. Первый раз год назад мы выступали в Доме ученых, между многими, с литературой музыкальной композицией. Смотрю на все и вижу сквозь. Потом в Дзержинске была творческая встреча. Музыка мгновений. И вот последний, что было ярмарки. Свет прощения. У вас может сложиться такое ощущение, что много разных программ, а по большому счету это все один набор стихов и песен. Но в зависимости от того, кто в зале, как тебя слушают, как воспринимают, кто зачем пришел, а это чувствуешь всегда, происходит какие-то вариации. И сегодня, наверное, будет и ты хотел поговорить. И земля, что не было закона неба, и музыка, мгновений, и свет прощения. Как-то мне вот захотелось, чтобы вы по чуть-чуть всего могли услышать. Потому что время на замене не так много. Полтора часа мы сможем нормально воспринимать. Я на тебя искал, попробовал спеть все. Я спел только одну треть. А концерт гильзы три часа. И мне у меня были гильзысты. Служители гильдероги сказали, что пора уже заперлась. Лавочка. Итак, все же мы начнем. Я хочу, чтобы вы послушали, поскольку мы встречаемся в рамках праздника полославной книги, искать ширины по основной литературе, я спою сейчас несколько песен, которые были написаны, ну, как музыкант, композитор. Тогда я еще не сочинял стихов, я просто любил читать стихи. И читал не только русскую классику из современников наших, но и зарубежную. И вот, что же такое? И вот однажды мне нужно было выступать на одном из фестивалей молодежных, где было засилье всяких, ну, как на фестивалях политической песни, хладки, и скандирование, и мир, дружба, фроншер, там, хай-хай. Мне захотелось что-то спеть другого, не противорез, а показать, что молодежь, которую я себя причислял, а это было 40 назад, в общем-то, живет не только этими лозунгами. Что ждет прозвета в тумане, гитара на мятовой ноте, Таится в древесной плоти, Какое страдание! Всем сто хернах питала, Всех тешил мутким чревом, Беременная на первом Дремлет гитара, Гитара. Пылает она луны, На крайней лунной прокладе, Скинул горячее платье, Жалко рабыни. Ушла из ночи, Так пьянень, Из кмурых баров бежала, Где каждую ложь В смертном турмане. Чиста, Обличьем безвины, Гитара До всего света, Ни опием, Ни обета, Ни кокаином. Гитара Грусть вековая Приди, воскресшая в уме Вдруг, чьи жадные руки Ранят лаская Просись с полчанин гордым Пролейся смехом и плачем Вдоль жизни своим горячим Чистым оконом Зашли гитаристы в рим Оботри ее пьяные губы И стыки, истребенные губы Верный мотив Мотив, губы, верный, верный мотив Грядущийся недоспелый, верный мотив В воздухе поиспелый, верный мотив Сожми гитарист Ее грим Я думаю, вы уже по самому музыкальному аккомпанементу поняли, что поэт испанских кровей, конечно, кубинец. Что-то у меня сегодня еще как-то не заводилось Кубинец Николас Гилье Ножички какие-то найдите Сторона потихонно Ребята И Поскольку С губой у нас В то время Были Очень Хорошие Отношения Ну и Дабы не вносить Смущения для Жюри Который очень следил За тем Что мы поем Песни на английском языке Можно петь только И Дина Вида И И Бога Гилана Вот И вот я взял такую Применил хитрость Кубинских поэтов Следующая песня Также Кубинца Диего Гарсиера Поскольку люди мы молодые И хотел все-таки Музыкальные Какие-то моменты Соревнести Нечто такое Длинноволосое Расклешенное И Крикливое Ну и песня Конечно Она отражает Того Меня Сорковей Так помелось от века Навсегда Что полночь Кивает Как соседу Зачем В среде Я Привыкаю В среду Раз Четверком Кончается Среда Все В свой Черед И Сам Я Череда Мое Вчера Идет За мной Послед И Вмиг Когда Я Простую Победу Утром Затыл Дышит Мне Беда Смешны Все Наши Наконец Доколе И Добрый День Всего Символ Некий И Добрый Вечер Тоже Мне Немил Что Значит Жить Струится По Неволе Из Нынче Вовчера Из Ах Вновек Из Утреннего Ис В Ночное Мы Конечно Я Не собираюсь Петь Полный Набор Из Этого Цикла Музыкального Но Мы Познакомились Уже Имеет Представление Что Было Раньше Когда Я Перебираю Архивы Эти Тексты У себя Обнаружил Забылся Столько Лет Я Посмотрел Они Православные Вот В этом Смысле О чем Православная Литература Должна Сообщать Человек О Вечности О Бытии С Богом И Вот Здесь Конечно Нет Ни Одного Слова Бог Душа И В то же Время Сердце Мое Того Молодого Человека Как-то Откликнулось На эти вопросы Зачем Живешь И Конечно Ж Став Священником Репертар Мой Изменился Но Я К тому Что Раньше Пел Внимание Своё Обратил Не случайно Потому Что Оказывается Настоящая Литература Она Вне Временами Более Того Если Ты Что-то Читаешь В возрасте Молодого То Потом Перечитывая Уже Поживши В среднем Возрасте А еще Наипаче Уже Будучи Стариком Ты Оказывается Можешь Увидеть То Что Раньше Не мог Увидеть В принципе Хотя Буквы Те же Странички Те же Слова Те же Самые Но Вот Открывается Произведение Как-то Иначе Я Перечитал Уже Будущим Сидим Человеком Пожившим Многое Из нашей Классики Литературной Грибоедов Пушкина Гоголя Когда Сегодняшние Концерты Как Даль Памяти Тому Который Писал Я Не знаю Как Его Звали Но В интернете Пытался Найти Единственное Что я узнал Этот поэт Женщина И Она Была Медсестрой И Ее Концы Теряются Первую Чеченскую Компанию Это О ней Мне Рассказывали Люди Которые Знали Что Это Написано Но Не Помнили Ее Имя Как Пересекались И Человек Который Написал Живет В Ленинграде В Санкт-Петербурге Это Единственное Что я мог Узнать Оттуда Где-то На Земле Еще Есть Под Звук Зла Моя Вина Она Во Мне Остры Ее Крыла Она Мне Сердце Жжет Огнем Все Редче Все Больней И Мне Ни Ночью И Ни Днем Нельзя Расстаться С ней Вина За то Что Кто Давно В Бездоме Наг И Сир За Несчастливую Любовь Что Посетила Мир За За Равнодушье Суеты За Лиц Мелье Фраз За Недостаток Доброты У каждого Из Нас За Чью-то Муку В тишине За Смерть За Угла Моя Вина Она Во мне Остры Ее Крыла Аплодушье Аплодушье Чисто Колен Храмы Колен Рожают Бабы А На Картах Дамы Где Шагают Волны От Тоски Зеленой Где Железом Правду Жгут Всегда Каленым Счастье Лишь Минута А Лекарство Горько Если Слышишь Смута Значит Правит Горько С Головой Бросаться В Драк Нету Смысла Сил Нет Огрызаться И На Сердце Кисло Положив На Душу Грес Всевотворящий Может быть Не Сдрушу И В Котел Кипящий Жизни Покаянной Прыгну Обновиться Чтоб Душою В Небо Воспарить Как Птица Дальше Бог Родиться На Землице Русской Если Да В Один С Пусть Спаси Жизни 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 Был период, когда, держав рясу, взяв как оружие Евангелие, крест, я так и думал, что гитара у меня будет зачеклённой уже навсегда. Так получилось, что и сегодня это востребованный инструмент, как и полагается. Это ведь что? Деревяшка со струнами всего лишь навсегда. Если посмотрим на одно язык о самоперце Давида, что у него на коленях мы увидим? Деревяшка со струнами. Псалтирь. Это же музыкальный инструмент. Маленький арт, который он так вот ставил и аккомпанировал себе моменты своего обращения к Творцу. Или со слезами каярными, или с восторгом, радостью, или с невдумянными вопросами. Я песен не писал уж много лет Но это время прожил год за годом И на моих глазах случалось столько бед С обманутым моим народом Обманут был я, так что ж с того Так нет, и не надейся, не спасешься Однако же не понял одного Куда ж ты, Русь, на тройке-то несешься Ответа нет до сих пор его Пора бы отделить зерно от плевел Но мечется незмученный народ От тех, кто справа и от тех, кто слева Я пафос не люблю, ели и ложь Ему сопутствуют в речах лугавых Но только в сердце ощущаю дрожь Когда кресты я вижу на церковных главах И в горле дом стоит И фразы лишние А что ему сказать? Да, Господи, помилуй Ведь перед образом Христа теряешь мысли Но обретаешь вновь утраченные силы Ведь перед образом Христа теряешь мысли Но обретаешь вновь утраченные силы По дороге сляхотной, сыровой Вновь бреду я с головой понише За черствелой, костною душой Потерявшись ты В греху привыше За черствелой, костною душой Потерявшись ты В греху привыше Ангел мой хранитель В стороне Не подходит и тихонько плачет Сложенные крылья на спине Грех мой для Него Обида значим Сложенные крылья на спине Грех мой для Него Обида значим Он ко мне не может подойти Но и нас совсем не покидает Зная, что на всем моем пути От беды меня он охраняет Но как только покаянный плащ Поросит слезами сердце камень Он ко мне приблизится опять И пока же совести растует пламя Я его молитвой призову Попрошу прощения за обиду Он ко мне склонит свою главу И простишь мне И подрастный виду Что был огорчен моим греком Что испугом был моим падением Глядя, как на мне светят верхом Лень в обнимом месте С мироденьем Чтобы не страсть подогнать И спасти плавшего меня Призывал он Божью благодать В колокол безудежно звонят Призывал он Божью благодать В колокол безудежно звонят Ну вот, вы поняли, кому посвящена эта песня Ангел-хранитель, который есть у каждого из нас с вами Каждый крещенный человек при крещении Получает такого от Бога помощника Который сопровождает его по жизни И вот мы знаем из жизни И из своего опыта знаем Как он нам помогает Как он нас любит И как он нам Вообще-то не мешает жить По большому счету Он не останавливает нас Когда мы видим эти пакости А вот стоит в стороне и плачет И в то же время, когда попадаем в виду Из своих безрассудных поступков Он помогает Я вот испытывал на себе его помощь Многократно Ну, конечно, посвятить о моем безрассудстве И в то же время Это помогло мне как-то и обвести веру Крепиться вере Что есть какие-то невидимые силы Которые помогают человеку И тут достаточно только захотеть Чтобы тебе помогли Ты не кричишь куда-то там В Альфа-Центавра И ждешь, сколько сигнал твой Мысленный пройдет Световых лет И когда-то получат Как некогда ученые Посылают туда И ждут И что-то сейчас нащуплю Какие-то волны шумят В космосе Ну, дай Бог, чтобы там откликнулся А Ампер откликается Моментально Наш Безымян У меня имя хранитель Следующая песня Которая прозвучит Это Обязательная песня В моем репертуаре Как бы ни называлась программа Потому что она посвящена Моему Деду Я его никогда не видел Если Представить наше Нахождение Точками В историческом Каком-то таком пространстве Можно сопоставить Такие известные Даты 1870-е годы Какая ассоциация У людей Взрослых Все, наверное, знают Кто родился В 1870-м году 22-го Ленин Да, вот Ленин Вот где Ленин И где я Понимаете И все-таки Вот мой дедушка Он провесник Ленина Он родился В 1870-м году Только Ленин Умер В 24-м В собственной постели А мой дедушка Умер в 42-м В Сталинском Глубарне Цифры тоже похожи Там 24 И тут 24 Только вот Разные, так сказать, Концы Ленин Не дожил До 60-ти А мой дедушка И 70-ти Перепреднул Потому что Умер он В возрасте 72-х лет В 42-м году Когда дети Его воевали Защищали Родину Мой отец Его сын Он воевал А вот Его отец Мой дед Как враг Народа Родился В заключении И умер Мой дедушка 19-го В ночь На 19-й Декабря Нет Огеннужного Будет Что-то за дождь Да? Освящение Деду Священнику Василию Муратову На 19-го Зимнего Ночи Богу Душу Предал Ты Дед Поношение Смог Превозмочь Претерпевший Множество Бед Чашу Скорби Своей Не Садил Взявший Крест За Господом Шел Коре С церковью Разделил Палисийский Ходок Богомол Сделав Выбор Жизни Крест Не Остался Стоять На меже На меже Только Стоять Неже На меже Неже На меже Неже Залетел и меня пробудил Чтоб я чашу свою не садил Взявший крест за Христом шел И отчизну свою любил Как мой дед простой богомон Как мой дед простой богомон Как мой дед простой Богомон И конечно же то, что дед был священником Когда я об этом узнал Узнал я об этом из какого-то сундучка Где лежали документы разные А мы маленькие дети Любим же Владимир, где не надо Подоронителей дома нет Полезешь ему туда Куда тебе не надо Вот нашел я такую папку И там всякие документы Какие-нибудь прочитать Я начал рано Мама у меня была учительница Папа у учитель Поэтому ничего удивить Потому что я начал в инстаграме И вот я прочитал Собственно Рукой отца Аркогатской Арктибиографии Он работал там Не знаю Вески Хранились И там был написано Сын священника Но Какого-то там Священника Описывается очень много Целая история Такая драматическая Нашей семье Дед Василий Он предел сыну Своему старшему Пойти к его брату У которого тот сын умер Он тебя усыновит Ты будешь Его сыном Он колхозник А ты крестьянин А ты будешь Сыном крестьянина А не сыном священника Как-то поднялись Потому что их там порисовали Так что Ну вы знаете Мне говорят Семь детей Ему предлагают идти В колхоз С счетоводом Каким-то Он отказался И его Заставляли Там где-то Повинности Исполнять Золу Собирать С печей По дворам Ходить А ящик Сколотили Из икон Ну как поступить Нормальный освященник Конечно же Он Ничего подобного Себе не позволит Ну так вот Это событие Еще что-то Какие-то Усказывания На пробку В общем Советскую статью В 1858 Как многие тогда И применили Но речь не об этом Речь идет о том Что вот Эта Ветвь Она вот Как хочешь Она все-таки взяла И на мне Грешники Она так вот Вылезла И Священство В нашем роду Продолжается И я Нисколько не смеюсь Что если не мои дети Может в ноги тоже Так Хоть призойдет ли Могут быть В служительной церкви Сейчас я Свою песню Которая вот Легла в основу Моей первой книжки Она имеет Свою интересную Предысторию У меня многие стихи Имеют какую-то Предысторию То есть Я В то время Работал Служил В Скиту Благородичном От Благовещенского Монастыря Который Находится В Борских лесах В Борском районе Там Подальше Недалеко от Села Рожного Может кто-то и знает Там Скит В честь иконы Божьей Матери Одинкой войной чаши Уже Само название О многом Он говорит Там Собирались Страждущие Отлегченные Вот Этим Грехом И болезнью И Легализм Наркомания Курение И вообще Ничего не Говорят И вот Они как-то пытались Спасаться Работали Молились 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 Работали И Время Уходило Я приезжал туда По послушанию Я не жил там Ну так На неделю Максимум Это было И вот Ночью Тебе сейчас В келье Открываешь Парит Некто И Бачка Поговорить надо Ты хотел Поговорить Заходи Эта фраза Как-то Стала потом Обрастать Как-то Другими Самыми Другими Как-то Ты хотел Поговорить Заходи Спать не можешь Захачал Погоди Разговор начнем с того Жил ты так Что Не знаешь Как сказать Что Что Ты хочешь От меня Грешного Мне Особо Говорить Мельче Я могу Тебе Водруг Выслушать Но Не стану Горькой Подслащить Аль Послушаешь Совет Опыта В жизни Парень Принимай Все Без робота Скорь И радость Все Мой друг Богова Отчаяние Ведет Безулогова Тягость Совести Дурной Муторна Что Взреклить Ее Нужна Барана 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 Нужна Покаянная И Нежистый Бес И Чуман Ню Что Тебя Никто Не Покается Совесть Правдаю Очищается В Глубину Души Загляни В Брак Гнездо Там Свил И Скажи Хочешь Бороться с ним Полно Не Таким Он Развязывал Брань Муховная Нелегка У тебя Женевелик Арсенал А Пополненный Его Рассуждением Да Несов Святым А Святых Отцов Запасись Побольше Смирением На Уста Святых Наложи Засов Страх Появится Не Ромей И Проси Испать От лукавого И Вражину Того Крестным Знаменем Бей И Запомни Брат Строго На Строго Как бы Тяжело Не Было Крест Что Ты Несешь Он От Бога Это Очень Трудное Ремесло Духом Соберись И В дорогу Захвати С собой Милости Чтобы Щедро Раздавать Страж Ждущим Обидчиком Все Прости И Тогда Душа Будет В радости Не В обычной Радости По Житейскому Той Что Может Улететь Не Ко Всякому А Тому Кто Христус Распинается Как Бы Тяжело Не Было Крест Что Ты Несешь Он От Бога Это Очень Трудное Ремесло Духом Соберись И В дорогу Это Очень Трудное Ремесло Духом Соберись И В дорогу У У У Есть стихи, которые появляются в моменты молитвы. Наверное, это рассеянность ума. Молитка должен быть сосредоточенным. А если ты о чем-то думаешь, то, конечно, это уже не молитва. Как-то услышал рассказ нашего святейшего патриарха Московской Федерации Кирилла о том, почему большевики разрушали храмы. Ну, наверное, знаете, да? Потому что там всегда пребывает молитва. Человек сам по себе молиться сосредоточен не может долго. Но он расстроен на существо. И вот святейший говорит, что если ты дома, ну, сколько ты можешь? Сколько ты можешь молиться? Вот так вот. Что это молитва, чистая молитва. Меня тут вчера одна раба Божия спросила, батюшка, вы сколько можете молиться? Я говорю, ну, пять минут, это, наверное, святые люди так могут. А я, ну, пять секунд сосредоточен на от силы. Я спрашивал своего духовника, он сказал, что он молит, ну, от силы будет 45 минут. И назвала известное имя, я знаю, где он служит, и фотография ведет. Да, тот может 45 минут. А я вот, наверное, пять секунд. А потом сразу мысли будут рассеяться. Вот, а храм, когда мы приходим, этот пять секунд, этот пятнадцать секунд, этот, может быть, двадцать пять секунд. А если нас, там, сто человек, то есть молитва все время не бывает. Вот этого и боялись большевики, что хоть все время молитва в храмах, это, да, с нашим народом им трудно привлечься. И так-то им трудно. Вот, поэтому храмы уничтожались. И вот стихи, которые сейчас вот я спою, я не называю это именно песней, а вот так название, так написано, молитва. Господи, отчего ж мы душой уветшаем? На вопросах нет ни ответа. Мы книгу твою не читаем И не ждем за ночами рассвета. Ты пришел и принес нам надежды, Но ведь мы не стоим предраспятием. Ни о брачной, ни ветхой одежде Нет у нас никакого понятия. Все равно ты прости нас, мой Боже, Наши души, как брачные тени, А распятие Голгофы, быть может, Призовет нас упасть на колени. Ты прими нас, как лутного сына, Как смоковницу нас не отвергни, Чтобы из брачного мира Не выдумив спину, Ни о брачной, ни о брачной, И прости нас, детей окаянных, Хоть того мы, конечно, не стоим, Костенели в грехах постоянных, Маршируем по гибели строям, Дерзко-дерзко просить снисхожденья, Как давленности бьем поглуши. Пусть же свет твоего воскресенья Просветит наши темные души. Пусть же свет твоего воскресенья Просветит наши темные души. А история следующего Произведения искусств Тоже, в общем, для меня занятная. Великий постов Ночью сижу, читаю Псалтирь. Но не Псалтирь Давидов. Кто знает, что есть еще люди изнародцы Псалтири. Псалтирь Давидова. Псалтирь Божьей Матери И Псалтирь Ефрема Селивна. Как я читаю Псалтирь Ефрема Селивна. Никто не знает, Это по принципу Псалмом Давидов Собраны выдержки из трудов Ефрема Селивна Ефрем из Сирии. Слышите, какая связь Сейчас эта земля переживает Не лучшие времена. И вот Псалом 121 Номер прям врезался В память Ночью, я должен быть, я скажу Это вот 121 Псалом, Который называется Господи Исправь меня сам Потому что у меня ничего не получается. Там в оглавлении Название Псалома Я читаю, думаю Чего ты посчитаешь Хорошего для души На, ну что, я Эх, ты умрёшь, Я никак не могу себя исправить. Оказывается, Ефрем Селив Тоже страдал этим И обращался к Богу И вот открываю И читаю. И вот как будто Прямо все про меня Все про меня Как меня это пропустило Вздыбило Потом пришла на ум Монета Монета Ефрема Селив Которую Мы в Великом Простом Читаем Помните, да? Господи Владимир Ивотан Иду Праздно Селив И в начале Праднословения Дашь Я не буду Читать Я знаю Потом Как-то Вспомнилось Что Наши Писатели Обращаются И вот Этим молитвам Их Молит Пушбин Наум Пришел Который Написал С вами Переложение Поэтическое Отцы Пустыни И не то Чтобы Я Как бы Жаба Задавила Ушкина Хотел Переблюнуть А Как-то Слово За слово И Еврем Синин 121 Псалом Заритмовался В эту же Ночь Западут И так Практически Без Помарка Чему Это Поведение То есть Сейчас Авторство Это полностью Его Ефрем Сирин 121 Псалом Единственное Что я К нему Когда он Издавался Я взял Маленький Эпиграф Из Евангелия От Матфея И вышел И услышал Петр Как трижды Петух И вышел Он Плачь и горько Крик Ранья Петуха Меня В ночи Тревожит Сознание Греха Вольную Душу Гложет Она Была Слепа В раскаянии Ленива Душа Слаба Глупа Блудлива Горделива Как Вол Поев Попса Бездумно Отдыхает Так И Моя Душа И Рис И Смех Прим Вар И Хлеб Страстей Мои Стал Тесян Душа Страшен Пред Господа Вежу Совсем Безображен Как Освинья В колу Служу Бреху Бестыдно Хотя Со Стороны Все Как Бы Не Видно Без Видно Блудных Грез Без 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 Не видно лошадных слёз, не видно, что не стыдно. Я, как у срабща, на ленине роденье, У тех горит свеча, кто прибывает в день. У теши двух святых подвижников о Боге, Я школа не ныдал и не найду дороги. Владыка, ты не жди, раба произволения, Что слёз пойдут дожди, на душу вычищи. Как плачет обо мне вся тварь земли и неба, Чтоб мне не быть во тьме и напитаться хлебом, И жажду утолить с источника живого, И душу воскресить, вернуться к Богу снова. За всё себя гляня, тебе отец взываю, Ты сам не спасай меня. Прошу и умолай. Прекранными руками, меня в ночи тревожит, Сознание грехами больную душу гложет. Пречистых ног твоих, касаясь пыльной гладью, Прости меня, прошу, Спаси свою созданную, Прекранными руками, И нём очень тревожит, Прекранными руками, И нём очень тревожит. Прекранными руками, Сейчас я спою ещё одну песню, А потом немножечко передохну, Я почитаю свои стихи и стихи, которые не ложатся на музыку или ложатся, но они не остаются. Мне хочется их и назначить опять стихи. Слово за словом потяну, Скрипнет жалобно тайный дверь, Скроют тучи в ночи луну. Не всплывут ими на потерь, Ужаснуться б да поздно уж, Слезы лить, да не время ли, В отражении дождливых лук Будет облако море плыть. Память строчка, душа, руда, И по капле в ручей слова Недосказанные тогда И услышанные едва И колку прикоснется пест И скользнет по груди рука И на плечи возложишь крест Непонятно зачем Пока Но забрежет ночи рассвет И откроется тайный суть Что дороги иной здесь нет Пусть любви это скорбный путь Кровь по капле стекает путь Это взлетная полоса Это правдый кратчайший путь Через жертвенность в небесах Это правдый кратчайший путь Пусть в небесах Я тут слежу за временем И вы тоже поглядываете Потому что Как тетер, знаете, когда поет Он не слышит, а я время не замечаю Вот сколько уже прошло? 55 А я, смотрите А у меня еще не все Вот так вот, видите Кажется, вроде бы Просчитал, прохрометрировал Но это вот на полчаса Оказалось больше Видимо, много говорю Много говорю У меня вышло несколько сборников Вот Первый, как я говорил, называется Ты хотел поговорить Второй был у нас совместный С братом У меня брат есть Старше меня Он тоже пишет стихи Выпустили книгу Совместную У него литературный опыт Учительский здесь Он учитель Как и родитель Я, в принципе, тоже учитель Если кому неизвестно Только учитель музыки И вот здесь Эта книга вмещает Двух авторов Муратовых Сергея и Дмитрия Под одним названием Я потом о нем Чуть позднее расскажу Почему она такая Еще Есть монахи разные Куда меня включают Как автора Я совершенно не прилагаю Особых усилий К этому Но как-то так вот Видимо Интересуются люди В 2011 году Вышел Двухтомник По благословению Поверяка нашего Отобрали Молитвенную поэзию Афров Русских Начиная от 11 века И кончая 21 Вот два таких Кто? Может кто и видел Называется Молитва русских поэтов И вот я С таким Изумлением Узнал, что я оказался В этой компании Там очень много Достойных имен Вы встретите От известных Там И тоже неизвестных И В этой же Книге Если говорить о священниках Там не только священники Из нашей епархи Еще Водину Гофф Присутствуют Своими стихами В этом собрании Сочинения стихов Также вот Мольсавтор Елена Курелла Которая Которая Я говорил уже Она тоже Оказалась там То есть В общем-то Иногда Стихи Воспринимаются Не просто Как стихи А вот Как молитвы Как молитвы Выражения И Если вы Хотите Вы можете В интернете Найти Там Даже вам пришлют Сейчас еще Эти книги есть Немного Можно даже Пересдавать Потому что Пользуются спросом Особенно Для Учителей Словесности Это Было бы неплохо Иметь Полное Забрание Чнений Поэтов Которые Писали Молительные Истики Или Молитвы Ахматова Наши Русские Поэты Вот такие Книжки У меня Есть Где Находится Моя Поэзия Я сейчас Хочу Прочитать Несколько Для вас Может Она Вам Добро Нравится Можно Может Камень Быть Ограненным Ограненным Может Стакан И талантом Можно Быть Наделенным Можно Мир Постигать Через Теле Экран Жизни Может Быть Белым Черным Белым Черным Тоже Легко Можно Зло Посчитать Побежденным И Не надо Ходить Далеко Можно Жить Очень Близко От Храма До Дороги Склизко Идти Просыпаться Приходится Рано Для Молитвы Время Найти Говорить Можно Многим Смело Показая Познание Народ Только Как Доход До Дела Получается Наоборот А Бывало Захочется Сильно Помолиться Затеплив Свечу Только Ужин Настолько Обильный Надо Делать А Нет Не Хочу Как Проходят Тогда Загадания И Устав От Светных Дорог Перед Сном Помолившись Устали Лег Заснул А Проснулся Неснок У меня Был Друг Ну Было Не в смысле Он перестал Быть другом Он Куда-то Исчез Вот С горизонта Дальше Нарицателем Если я слышу То Сразу Знакрайство Профинтеи Авантюрист Обманщик Кто? Юра Храмов Знаете? Храмов Вот тогда До меня Как-то Я дошел Храмов Фамилия Какая у тебя Брат Храмов И вот Так Вот Все Как-то У него Был Непрекосяк Это Посвящение Ему Эпиграф Из Примуности Сираховых Помни Последняя Твоя Его Век Не согрешишь Как Же Страшив Мир Сей Перевернутый Мы Живых Друзей Считали Мертвыми А пожар Души Гасили Водкою Можно Было Б Вброд Мы Ж Плыли Лодкою Звучные Фамилии Мы Превращали В Прозвище Девочек Кадрили На танцульках Сторвищах Молодость Просла Будто Не Было Только Солнце Светит Так же С неба Нам Золотит Кресты Над Храмами Отрезбись Душа Слезами Ранними Отряхни С себя Всю пыль Духовную Да не под Музычку Под Духовную А под Слезный Плач Да Покаянный Полный Смерт Не Часто Постоянно Брат Брат Евгений Муратов Учитель С Большим Стажем Сейчас На пенсии Работал С границей В группе Ольг Потом Вернулся Здесь Работный Директор Школы Ушел На пенсию Пишет Книги Стихи Сейчас Написал Книги Про Дзержинских Шахматистов Такая Толстая Почти Эсквопия Дзержинских Шахмат И вот Мы выпустили По одной Своей Книжечке И он Говорит Брат Давай Выпустим Совместную Книжку У тебя Есть Что Сказать У меня Есть Что Сказать Будет Книжка Наша Совместная Детям Память Оставим Память Если Оставим Я Не Осуждаю За это Даже У нас Будет Особым Названием У меня Есть Стихи Жизнь Как Возможность Давай Ты тоже Напиши Под Таким Названием Стихи И Это Будет Как Связующее Звено Между Разделы Разделы Ну Они Понятно Он Написал Больше Я Написал Меньше Типа Вот Так И Он Обратился С этой Просьбой Ко Мне Я Не Пишу На Заказ Женю Был Два Три Случая Таких Опыта Когда Ну Так Что Трибований Не Пишу Ну Ты Положи Себе На У Как Может Быть Он Мне Звонит Уже Сдают Набор Тираж Будет Скоро Давай Давай Стихи Нет 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 Сипа И Последний Раз Мне Позвонил Я Ехал За Рылем Снимаю Трубку Нет Нет Все Ну Извини Он Немножко Насупрился Конечно Связь Пробралась Я Прихожу домой Буквально Через пять Захожу В квартиру Подхожу Письмо Захожу Вот Эта Жизнь Как Возможность Она Меня Настолько Отягчала Невыполнение Его Желания Брат Все Таки Старший Невыполнение Потом Раз 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 Вот Как С С С С С С С С Я Звоню Через десять минут Жень Записывай Что И Вот С Песня Двое Стихи Да брось Не было 15 Мнадцать Мнадцать Ничего Сейчас Шутишь Разыгрываешь А потом Он мне Не повел Что Я его Не разыграл Он так и думает Что это было записано Я просто Шутил Написал Что стиха Нет Вот Это стиховение Под названием Жизнь Как Возможность Жизнь Как Возможность Умереть Но Умереть Достойно Пусть Не пугает Слово Сметь Прими Ее Спокойно Как Возвращение Отчий Дом Уставшее Буждание Спасение Верного Крестову Конец Своих Страданий Сметь Как Возможность Вечно Жить Как Радость Воскресения Как Степень Высшей Любить Прими Как Всепрощение И Жизнь Сметь Как День И Ночь Лишь Дальняя Дорога Печаль Гони Возвращение И уповай на Бога. Как-то был на творчественном вечере у отца Владимира Гокуна. Он меня курировал поначалу. Я приносил свои вирши. И потом мы подружились. Я на его стихи написал целый цикл песенный. Может быть, сегодня и сегодня останется на селе. Я звоню, хотя бы одну и две. И вот он стоит на сцене и говорит. Вот у меня есть стихи, написанные на евангельской теме. И называют там. Лудный сын, Иуда, апостол Петр. А я только сижу в зале и здрагиваю, потому что... Ой, и у меня. Ой, и у меня. Ну, про себя только. И у меня есть, и у меня есть. А потом вышел на сцену, когда он там уже со своей песней. Об этом рассказывает. И говорит, Сиддин, а о чем еще папам-то писать, как не обливанный линия? Конечно, мы будем лезть, толкаться, соприкасаться. И говорить, вот это, да, это мне тоже заритмовано. И вот эта песня, я ее и пел, но я сейчас прочитаю, как стихи, про фраз такой, на фрагмент послания Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Как можно потерять вдруг то, что не имел, и нестерпимо мост чувствует потерю. Да я, наверное, сейчас бы не посмел сказать бесстыдно, просто с легкостью. Я верю, и в сердце нет любви. Откуда же взяться ей, когда там жуткий смрад с собой все заполнил? Грех камень подавил и дарил все сильней. Дух лести снова рад. Он ждет, чтобы я не вспомнил того, что есть еще дочь мудрости и надежда. Она пока сильна и рядом, как и прежде, и только попроси, откликнись ради Бога. Твой колокол ночи укажет мне дорогу, дорогу ко Христу, где обрету я вновь надеждой, но всегда и верой, и любовь, любовь, что своего не ищет, знает меру. Долго терпит на мысли зла, надеется и верит. И будь я хоть пророк, пусть тайны все известны. Мне без любви к Христа все будет бесполезно. А это сердитый стихотворительный. Очень часто приходилось в разговоре выглавить человека на том, что он одет на нем крест, он считает себя и, может, причисляет православным людям, верующим. Но разговариваешь с ним, и он допускает такие словосочетания. А вот в вашей церкви, а вот у вас... Ну и потом следуют разные ругательства, или в адресвященном начале, или там еще что-то. В общем, вы, наверное, с этим суперкасались. И вот у меня такой сердитый появился. Нашинский народ. Как горько и обидно мне за тех, кто по крещению как бы православенно. Но словно яд течет их сатанецких смех, с поганых уст, из-под рубахи камень, который бросит церкви в угород неиноверцы. Нашинский народ. А с виду все они благообразные и любят рассуждать о гуманизме. Конечно, темы бесед бывают разные. О милосердии, хребе, терроризме. Как мир спасать решает круглый год неиноверцы. Нашинский народ. И все вокруг своим аршином мерят. В чужом глазу малую салинку видят. Спроси у них о боге. И все в душе, мол, верят. Попов же, как известно, ненавидят. Муть разглядят и среди чистых вод неиноверцы. Нашинский народ. Не думают, что время истекает. Живут, как все. Не бьют и не воруют. Грехи. Так как же без них? Они у всех бывают. Вон дети, они в той разоруют. И как бы не означают, Рядом сенот неиноверцы. Нашинский народ. Одним мы нерам мазаны собратья. Безумство хама. Скорбное событие. Друг друга сколько же будем грязью поливать-то. По вере нашей будет наше живее. Пока печальный ждет нас всех исход. Неиноверцев. Нашинский народ. Подходим все под общий знаменатель. Не каямся, а только согрешаем. Но все же к благу волен обратить создатель те мерзости, что люди согрешают, когда, собравшись вместе, наш народ начнет свой покаянный крестный ход. Да, потому что крестные ходы у нас, это наше спасение. И вот мы ходим крестными ходами, ловишь себя на том, что, в общем-то, это иногда на тусовку похоже, а не на покаяние. Смысл крестного хода? Молитва. Молитвы там нет. Ну, может, какое-то время, опять же, что она появляется, потом сразу же идет какой-то какой-нибудь... Ну, не очень весело становится от зрения такого крестного хода. И вот так вот я об этом хочу сказать. Покаяние нужно нам. Еще одно сотворение, оно тоже не на пустом месте возникло, а я увидел такую бытовую зарисовку. Бабушка идет, девочка идет, внучка. Ее внучка наклоняется, а та сразу ее отдергивает, и пошли. Крест. Дорожьи сутки, в вечной суете, стремясь за призраком удачи, не замечая по преступной простоте его, они спешат, а как иначе. Бегут, шагают, семенят, и шаркает уже вознеможение под ноги же почти что не глядят, а там были обороны на него изображения. Натейный крест, оборванный гайта. Или суеверий гонит мимо христиан, страшит поднять упавший крест крестов. Хотя послушать проповедь попов, сам воно призывающий терпеть, нетрудно, даже подзаконный хор запеть. Да, говорят, коль крест найдешь, не трогай, сколь чужую обретешь. Еще терпеть, да до каких же пор, уж лучше праздновать разговор, знать нашу дел таков, не надо к нам чужих. Креста. Я не придумал. Это были. Распятый наузлищ, топтан в пыль, ногами братьев, и сестер лежит, объятие распростер. Я, предупреждая ваш обрет, что сам к спину не согнул, я промолчу, но недалек от истины кто все смекнул, к земле склоняюсь, ощущаю стыд, где крестик тот в ладони сжал. Распятие. Душа горит. Не я его, а он меня поднял. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недавно, когда начались у нас всякие волнения по поводу событий, связанных с повесткой Святейшего Патриарха Совстречием, у многих людей такое православное чванство проявлялось, поплевывали в сторону иноверцев. И я спросил некоторых стоящих рядом, говорю, скажите, пожалуйста, господа хорошие, а вы знаете, кто такой был? Федор Гаас. Это из Ветхого Завета, что ли? А это был врач в Петербурге, еще до революции, который работал в тюрьме. И вот, его-то слова все знают, а его слова нет. Его слова высечены на него, на могиле. его хотели похоронить как православного, но Симон, наверное, не пошел, потому что он был протестантом. Он был немецем, служил в маточке России, служил больным заключенным. И на его награде написано «Спешите делать добро». Строчки из откровения, по крайней мере, все с первой, а дальше для меня. Печать сломается, останется печаль о том, что сделано, чего уж не успеешь. Надежда зыбкой теплится свеча и верится кого-нибудь согреешь сердечной добротой, теплом души опять за рот. Спеши, спеши, спеши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не устали от стихов? А то у меня еще есть новенькие, я вот эти отвожу лирические, потому что время-то идет, смотрите, вот уже 25 минут восьмого. Но тоже не сказать об этом сегодня, ну, не просто не сказать, как-то мы уже утихомелись, мы даже уже И когда по телевизору это выключали, уже надоело вот так эта Украина с ее газом, с ее президентом, с ее... И вот все, что там, мы как-то уже и не хотим слышать об этом. А напрасно. Напрасно. Вот, когда это все началось, взятое свистопляско, мне сделали операцию на глаза. Мне сделали операцию на глаза на бумаге месяца, вот там у них должен быть референдум, о Крым, еще никто ничего не знает. Вот это первое стихотворение, которое я написал с новым зрением, без очков. Точнее, вот так вот. Один глаз у меня был отремонтирован, а второй еще нет. Молитва. В славеса украшен, ни напад, ни молот. На колюб обрывы мир завис и замер. Вскрытие нарыва, в вспышках фотокамер. И куда укрыться? Мысли жарят ролям. Так начни молиться. Стань бедонололем. Господи помилуй, отведи прещение. Знаем в правде сила воссоединения. Сколько там до взрыва времени осталось. О, сердцу крапива. Божья Мать, спаси нас. 15-16 марта. И раз 15 марта, как вы знаете, 2 марта по старому стилю, явление иконы Божьей Матери державное. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду читать, а вот это прочитаю. Называется оно «Память убитых 2 мая 2014 года в Одессе». Шедор Михайлович, вот они, бесы, жарят людей на кострах. Новые хатыни, скольбящие Одессы, ужасы в глазах, но не страх. Пепел сожженных живыми собратьев в сердце стучится моё. Встанут на смену ли новые ратью, С криком кружит вороньё. С вас теперь чёрным свивается стая, Плачущая мебель победного мая. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я думаю, вы отдохнули от песен. Потом, если вы захотите, вы можете всё это прочитать в книжках. Мне немножко тут осталось, я привёз, что осталось. Продолжение следует...